Внимание! Мотор! В Эквадоре произошла страшная трагедия. В результате разрушительного землетрясения погибло более 550 человек. События апокалипсиса, их земная часть, наверняка все будут транслироваться в прямом эфире. До взрыва осталось 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Взрыв! Атомный гриб покрыл радиоактивной тенью всю планету. О том, что весь мир увидит и события этой 11 главы, здесь сказано очень прямо. На смерти и на другательство над телами двух убитых пророков будет смотреть весь мир. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. Было же такое, когда убили Муаммара Каддафи, ну мы это видели, просто нам показали. Хиллари Клинтон в переговорной комнате в Белом доме ликовала. И вокруг нее был пул политиков, и они прям прыгали от радости. А, он убитый! Его тащат там за горло там. Боевики издеваются над окровавленным Каддафи и кричат, один из них держит его на прицеле автомата. А его же растерзали, его изнасиловали, его порвали на части, его просто суд Линча был. Короче, то, что можно увидеть онлайн в этом времени, смерть кого-то, кто тебе неприятен, и радоваться, это мы уже видели. Хотя бы на Хиллари Клинтон. Но то, что произойдет дальше, очевидно, не передавал еще ни один эфир, ни один стрим в истории. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Это будет тоже всемирное зрелище, но я думаю, в это время скажут камерам, стоп, стоп, картинку стоп. То есть наблюдать будут, но потом стоп, стоп, там начнется Лебединое озеро по всему миру. Мы быстро уйдем на рекламу, когда они воскреснут, нам через час уйдем на рекламу, потом продолжим, а потом продолжим про другое. Но если вы позвоните прямо сейчас, получите второй товар в подарок по суперцене. И все успешно забудут, через пять минут уже все забудут про это, потому что будет новая тема, и информационный поток будет дальше промывать мозги апокалиптическому человечеству. Ну, мы это тоже видим сегодня. Два дня это еще забыл. Добавно будет, если в этом месте нашего разговора будет рекламная пауза. Да, это точно. Смотрите, отец Андрей, и дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий. Какой храм велено измерить Иоанну? И зачем? Там постоянно присутствует храм, из которого исходят ангелы, который дымом наполняется, в который войти нельзя. То есть это не небесный храм, потому что в Иерусалиме храма не будет. Да, это очевидно, какая-то духовная реальность, которая, возможно, это границы церкви. Потому что в церкви есть границы. И, возможно, Иоанну дано измерить их. В принципе, здесь мы видим новозаветное повторение темы с Иезекиилем. Иезекииль делал то же самое. Иезекиилю Бог показывал храм, когда его еще не было, то есть будущий храм. И он измерял его внутри и снаружи. Иоанн делает то же самое, но уже в отношении новозаветной церкви. И, очевидно, определяет ее границы духовные. А можно измерить храм в сердцах людей? Это можно? Поддается измерению. Ведь на это притыкается любая статистика, сколько в России верующих. Как это померить? Вот сегодня столько, а завтра больше, а послезавтра меньше. Это же такая вот внутри вера неизмеряемая вещь математикой. Или все-таки можно? Нет, я думаю, что это внутренний храм не поддается измерению. И абсолютно верно, что сегодня утром еще может быть, например, два верующих, а уже сегодня ночью будет 202. То есть это все умножается в разы в одну секунду в зависимости от того, что с нами происходит. Поэтому, конечно, статистики здесь быть не может. Это некое духовное действие, которое показывает нам граничность, некую оконченность, вот эту мерную, мерную такую, значит, сущность церкви. Она имеет меру и число тоже. И Иоанну дано определить ее внешние границы. Но внутреннее святилище не измеряется. Но дальше он ему говорит, а внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попираться в святой город 42 месяца. А что нам, язычники недороги, внешние недороги. Вообще, что все это значит? Внешний двор. Помните, такое есть в Евангелии, такое непонятное до конца слово, где говорится, что имеющему везде дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что он думает иметь. Вот это состояние внешнего человека. То есть язычество – это вообще внутреннее состояние человека. Язычник – это человек, любящий мир, поклоняющийся стихиям мира, раболепствующий перед соблазнами, властью, славой, удовольствиями. И это цель его жизни. Это, собственно, язычник. Он может быть с крестиком на шее, но по духу может быть язычником. И он одновременно является внешним. То есть он не внутренний человек, он внешний человек. И внешний, он вроде бы имеет эту веру, вроде бы он заходит, приходит, смотрит, ставит свечи, что еще делает такое. Но потом вдруг это отнимется от него, потому что это у него только снаружи, а внутри у него этого нет. Это очень-очень важная вещь. То есть сегодня в церковь заходят и такие, и такие, то есть и пшеница, и плевелы. И сорняк, и доброе растение. И пока что Бог их не отделяет. Пока что еще плевелы от пшеницы не отделены. Наступит день, когда это отделится. Тогда тот, кто имел Бога только снаружи, только во внешних вещах, внешних проявлениях, он вдруг потеряет это. А внутри у него этого нет. Тот, кто имеет Бога и внутри, и снаружи, тот будет иметь его всегда. Поэтому понятие внешнего, совпадающее с понятием язычников, относится к огромному числу людей, не дай Бог в нем оказаться, которые по наружности имеют Бога, а внутри нет. Внутренние и внешние дворы храма – это еще и буквальное описание Иерусалимского храма. В пору, когда Иоанн записывал слова апокалипсиса, храм уже был разрушен, но память о нем жила в каждом еврейском сердце. Внешний двор Иерусалимского храма был доступен для язычников. Во внутренний их не пускали. А значит ли это, что не измеряя и внешний двор храма, что все, миссия церкви завершена в последние времена. Больше мы не проповедуем. Все, закрытое. Кто не успел, тот опоздал. Закончено. Евангелие проповедано всем народом. Все, точка. Начинается последний акт истории. Ну, можно точно сказать в отношении этом, что не важно, сколько внешних. То есть, мерить их не надо. То есть, каково их число, это вообще не важно. Это как вот с Ноевым ковчегом. То есть, посчитаны были только души, находящиеся внутри. А сколько там было снаружи этих людей, как бы, совершенно нам как бы неизвестно. И, видимо, это и не важно. Или там был миллион людей, или там 300 тысяч. Ну, не важно. Посчитали только тех, кто в ковчеге. Там было 8 человек, мы точно знаем. Но и жена, трое сыновей с женами. Все. Остальное животное. Значит, запрет измерять внешний двор может быть грозным предупреждением о том, что количество внешних, количество грешников, так сказать, количество поверхностных людей может быть очень велико, но нас не должны это интересовать. То есть, если ты в ковчеге, происходящее снаружи тебе не должно интересовать. То есть, в ковчеге не было иллюминаторов. То есть, наблюдать за погибающими в потопе, но и не мог. Он ничего не видел. И не надо смотреть туда, где погибают в великом множестве люди, которые не вошли внутрь. То есть, когда страшная такая трезвящая мысль, но очень важная, чтобы мы не занимались второстепенными вещами, не подсчитывали, сколько живет там, сколько живет там, неужели они все погибнут, как бы, это не нашего ума дело. Внешний двор язычников не измеряй. А как это сочетается? С одной стороны, вот есть же притча о заблудшей овце, за которой пастырь идет, даже вот куда бы она... С другой стороны, все, ушла овца, вот как здесь в апокалипсисе, не измеряй, забудь про нее. Как это сочетается? Вот в одной книге в Новом Завете. То есть, есть время для всего, очевидно. Это все вопрос, так сказать... Вот там же есть такое грозное слово «совершилось». Мы потом его услышим не раз, значит, такое... Оно на кресте прозвучало из уст Господа Иисуса Христа. То есть, совершилось, то есть, конец. Ну и там есть грозное слово ангела, стоящего одной ногой на земле, другой на море, который говорит, что времени больше не будет. То есть, пока есть время. То есть, искупуйте время, ибо дни лукавы. Там нам Павел говорит, то есть, покупайте время, то есть, хватайтесь за него. То есть, завтрашнего дня. Завтрашний день – это вообще гипотетическое явление. То есть, мы не знаем, он будет, не будет. Сегодня есть, вчера уже было. Память хранит вчерашнее, сегодня душа ощущает сегодняшнее. Поэтому, когда пробьют последние сроки, когда песок в песочных часах пробежит до последней песчинки, тогда поздно будет стучать в двери, как эти безумные девы, безъелейные. То есть, Господи, Господи, отверзи нам. И Евангелие нам грозно говорит из-за дверей. Говорит, а не знаю вас. Вот, это одновременно в Евангелии. Это парадоксальность Слова Божьего. С одной стороны, все прощены. С другой стороны, спасение может захлопнуться, как дверь перед твоим носом. Как вы с внешними, вот этими самыми внешними, с внешним двором, пока мы его еще можем измерять, пока еще время не закрыто, как вы с ним общаетесь? Как вы понимаете, есть ли такие внешние, которых уже и сейчас не надо касаться? Есть такие внешние, которых касаться не надо. Поэтому, если Бог не благословил тебя намеренно на миссионерскую проповедь среди язычников, среди вот этих чужих, то усиливаться, обращать их не надо. Нужно вести себя с ним, как человек с человеком, как брат по Адаму с братом по Адаму. И ждать того момента, возможно, когда будет дуновение легкого ветерка, когда будет прикосновение Бога и к нему, и к тебе. Когда он спросит, когда он откроет сердце, когда ты видишь в нем какой-то огонь вопроса в глазах, и он начнет сам с тобой спрашивать. Если тебя не спрашивают, отнюдь не говори. Когда человек спрашивает, и вот в это время не смей молчать. Это как Серафим Саровский говорит. Когда нужно, молчи. Но когда нужно, не смей молчать. То есть вот надо ловить момент, когда нельзя молчать. Но некоторые библеисты полагают, что внешний двор, который будут попирать язычники 42 месяца, это внешние потрясения, гонения, которые обрушатся снова на церковь. Но главного, внутреннего двора, то есть сердца подлинных христиан и главной тайной церкви, они не затронут. Речь идет о том, что настоящий храм – это и есть люди. Как сказано в Новом Завете, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И Христос говорит о себе, разрушьте этот храм, и я в три дня его восстановлю. Он говорит о том, что после своей смерти, через три дня он воскреснет, имея в виду храм своего тела. А внешний двор, который как бы не надо измерять, оценивать, это те язычники, те сомневающиеся, которые так и остались за церковным порогом. И хотя внешний двор, он близок к самому храму, где поклоняющиеся, и надо измерить жизнь каждого из них, но это не храм. Они не вошли в церковь Нового Завета. В этом внутреннем храме, не во внешнем, а во внутреннем, в последние времена, причастие сохранится, и в харистии сохранится, церковь будет служить, даже в самые страшные времена, даже во времена Антихриста. Но судя по репетициям этих времен, по лагерям, по мученикам, служат. Например, в отсутствии антиминца, в отсутствии мощей, в древности могли служить на живом человеке, то есть он уже почти мощи. То есть живой алтарь живому богу, так служил пресвитер Лукьян антиохийский. То есть он лежал, не мог встать, и на нем совершали евхаристию, как на полумертвеце, как на живых мощах. При отсутствии вина в колымских лагерях давили какой-то сок из морожки. При отсутствии белой просфоры брали черный хлеб. Но хлеб преломляли, и чашу разделяли, и Бога благодарили, и тайную вечерю вспоминали. То есть церковь сохранит все, что может сохранить. Все, что может, она будет хранить. Причем причащаться будут Христу через страдания, и через непрестанную молитву, через жертвенное служение, через терпение невольных скорбей, и, конечно, через евхаристию. То есть сохранится вся сакраментальная часть церкви. Все сакраментальное в ней сохранится. Впервые в апокалипсисе звучит новая цифра. 42 месяца или 3,5 года – срок власти Антихриста на земле. В разных местах по-разному именуется, что 42 месяца, 1260 дней и 3,5 года – эквивалентно. Этот срок, значит, можно сопоставить с чем? С служением Иисуса Христа 3,5 года. Но, однако, это не так наглядно, потому что о 3,5 годах мы судим по Евангелию от Иоанна. Есть еще ассоциации с книгой пророка Данила, которая очень важна в плане всего апокалипсиса. Это период угнетения святых Всевышнего, связанный с Антиохом Епифаном, который правил 167 года до Рождества Христова по 164. Как раз его владычество длилось 3,5 года, когда он преследовал верных бога иудеев, заставлял их принимать эллинизированный стиль жизни, есть свинину заставлял, осквернил храм. И вот этот тяжелый период испытаний за веру, он длился как раз столько. И, конечно, здесь мы видим параллель также с числом 7, потому что 3,5 – это половина семи. Вот тоже можно видеть некую такую ограниченность этого периода, с другой стороны довольно протяженной, параллельно Иисусу Христу. Но смотрите, я не буду сейчас дерзать, раскрыть внутренний смысл этого, но смотрите, при пророке Елисеи медведица растерзала 42 ребенка, которые там смеяли, иди пляшивый, иди пляшивый, 42 ребенка. Это число месяцев власти Антихриста. Потом, когда Илья был, значит, голод был на земле и засуха 3,5 года. Это 42 месяца. Это, в принципе, то это время власти Антихриста. От Авраама до Давида – 14 родов. От Давида до переселения Вавилонского – 14 родов. От переселения до Христа – 14 родов. 14 умножить на 3 – это будет 42. То есть 42 поколения евреев прожили от Авраама до Христа. Значит, можно думать, что 42 – это число приготовления, число исполнения. Здесь уже можно гадать дальше, потому что это 3,5 года – это действительно 42 месяца. Это уже самые большие сгустки тьмы накануне Великого Рассвета. Но прежде Рассвета, именно на этот срок, на 42 месяца, 1260 дней, в апокалипсисе возникают два новых персонажа. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две масляные два светильника, стоящие перед Богом земли». Тихий и обезлюдивший теперь скит пророка Илии на одной из самых высоких вершин Патмоса. Фитейца Ильи, ветхозаветный пророк, который был живым, взят на небо, это один из двух свидетелей, которые в эту апокалиптическую пору явятся на земле. А зачем они вдруг приходят посреди этого уже царства Антихриста? О чем они свидетельствуют? Апокалипсис не называет имен. Он говорит, две маслины, там два светильника перед Богом. Поскольку есть два человека, которые не умерли, два из допотопного человечества, один Енох, седьмой от Адама, он не умер, и Бог взял его. И второй уже живший после потопа и после Авраама в законе, Илья. То есть Илья представляет еврейский народ, Енох представляет все человечество, потому что еще не было ни евреев, ни неевреев. Они не умерли. Вот эти два не умерших вернутся, так говорит церковь. Есть мнение, что придет Илья и Моисей, ибо Моисей был на горе с Иисусом на преображении. Есть мнение, что придет Илья и Еремия, потому что про Еремию, про смерть Еремии нигде не написано. То есть про Илью нет сомнений. То есть интересно, что все толкователи считают, что Илья точно будет. Один из двух – это Илья. Эти свидетели одеты во вретище. Это одежда из грубой толстой ткани, холста или рогожи, или даже мешковидного полотна, козьего или верблюжьего волоса. Носить ее неудобно и колко. Ветхозаветную пору ее надевали в пору печали, как знак раскаяния. Видимо, к нему, к покаянию эти два свидетеля и будут призывать. И это уже, похоже, самый последний призыв. На земле, видимо, будет великое оскудение духовновенных проповедников. Никто не сможет стать перед лицом всего мира, чтобы сказать миру правду. То есть Илья имел смелость говорить правду всем. Ахаву, тысяченачальникам, жрецам идольским. Он имел смелость ни перед кем не прятать лицо. Енох был проповедник допотопный. То есть он тоже имел смелость смотреть в лицо и говорить правду. Очевидно, на земле больших служителей, более смелых и достойных в ту же меру не будет. Поэтому работу нужно выполнить небожителям. Они должны прийти и сказать правду. То есть без Ильи не начнется. Он должен прийти и устроить все. То есть Илья – устроитель второго пришествия. То есть евреи думали, что Илья устроит первое пришествие. Поэтому спрашивали у Иисуса Христа, ты Илья? У предтечи спрашивали, ты Илья? Илья интересует их больше всего. Они его ждут, потому что Илья все устроит. Но перед Ильей пришел в духе Иоанн предтеча, продромов, креститель. И он устроил первое пришествие. И все с ним связано. Илья будет готовить людей к второму пришествию. Здесь мы наблюдаем некое божественное равновесие. Чудеса творит Антихрист. Чудеса творят угодники Божии. Антихрист – человек. Илья и Инох – это тоже люди. Со всеми присущими людям, недостатками, проблемами, совершенствами. Таким образом, их свидетельство уравновесит. Добро со злом, чтобы выбор каждого был осознанный до конца. То есть, тебя прельщают научно-технические чудеса Антихриста. Посмотри, какие чудеса творит Илья. Посмотри, какие чудеса творит Инох. Тебя обольщают проповеди Антихриста. Послушай, что говорит Илья. Слушайся слова Иноха. Здесь принцип справедливости и равноправия. Так вот, во дне Антихриста очень важно будет сделать правильный выбор. Не между своим пониманием и пониманием Ильи, или Иноха, или, не дай Бог, Антихриста. А между тем, как Антихрист понимает, и как понимают пророки Божии. Посмотрите, какие они будут творить дела, какие у них возможности будут. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Так прочитаешь, кажется, они что, злые такие? Я так понимаю, что Илья вообще убивал. Иногда собственной рукой, иногда словом. То есть он умер вшлял, посланных к нему за ним. Он собственной рукой заколал людей жрецового Алла. Там сотнями они исчислялись. Очевидно, это не говорит нам не о жестокости Ильи, а о мире, в котором он жил. То есть мы же очень далеко, мы очень слабо представляем себе вообще, до чего может докатиться человек. Например, где проповедовал Илья. То есть мы, например, никогда не видели, как бросают детей на руки медному молоху. Мы не видели, как там под каждым раскидистым деревом совершаются ритуальные блудодеяния. Мы не видели, как проливается кровь невинных, там где-то в расщелинах скал, там над потоками. То, что было в одни Ильи, как норма. Поэтому нам трудно представить, что может человек, идолопоклонник. И реакция Ильи на это все была очень жестокая тогда. Очевидно, она будет такая же и тогда. То есть люди не станут лучше. То есть, по сути, мы вбиваем кол в миф о прогрессе. То есть есть такой миф о прогрессе, что люди со временем становятся лучше. А Библия говорит нам ничего подобного. Люди со временем становятся хуже. По крайней мере, они способны к тому, чтобы стать хуже. То есть пока ничего его не двигает к людоедству, он не людоед. Но когда его берет голод за шею, он может стать людоедом. Пока ему ничего не угрожает, он не убивает. Когда ему что угрожает, он готов сам убить. То есть люди лучше не становятся, прогресса нет. Перед концом человечество, оно по качеству будет таким же, как Израиль при Илье. Или, скажем, человечество перед потопом при Енохе. То есть им придется видеть то же самое человечество. Господь даст этим двум свидетелям, теперь понятно, что для последнего в разумлении всех остальных, невероятную власть. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвую, когда только захотят. О том, что Илия мог затворить небо, это ведь известно еще из Ветхого Завета. Когда Израильское царство под влиянием царицы Иезавели отступило от Бога, по молитве Илии в нем наступила засуха. Дождь не шел три с половиной года. Опять этот срок – три с половиной года. Они должны прийти и будут проповедовать три с половиной года, особенности для евреев. Сказано, потому что те не приняли учения апостолов и не приняли самого Христа. Поэтому они будут сражаться с Антихристом и будут убиты и лежать на центральной площади, я могу сказать, в Святом Граде и Иерусалим, может быть, перед храмом воскресения, а может быть, перед тем храмом, который должен будет построен, Соломонов, для того, чтобы вошел туда Антихрист. Поэтому они будут проповедовать Христа, пришедшего во плоти, пострадавшего и скрещившего. И остаток иудеев спасется. Об этом прямо свидетельствующий на Писании. Поэтому они будут свидетелями, что они уже видели рай, когда придет время, они будут говорить опять о Христе и о том пришествии, которое должно совершиться для всех людей. Плоды у этого свидетельства будут? Я думаю, что нет ни одной проповеди, которая бы не имела слушателей. Любая проповедь, самая, может быть, неяркая, но честная, она всегда найдет себе хотя бы одного, двух, трех исполнителей. Поэтому проповедь Еноха и Ильи должна быть плодовитая, сто процентов. А для грешников это будет свидетельство. То есть ты слышал, слышал, ну все. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Даже для этого нужно проповедовать. А как так свидетельствуется? Как ворваться в окостеневшее сердце? Для того, чтобы иметь смелость говорить правду человеку, нужно быть ничем, ни с кем не связанным. Вот здесь опять важен Илья. Что семьи у него нет, детей нет, имущества нет, паспорта нет, прописки нет, ничего нет. Он совершенно свободен. И в этом со свободным состоянием он может говорить всем все, что хочешь. То есть я могу, например, сказать правду начальнику, да, только в день увольнения с работы. Пока я работаю с начальником, я ему правду сказать не смогу. А если он меня выгоняет с работы, в последний день я ему скажу все, что я про него думаю. Свобода дает человеку смелость. Ну вот нужна свобода от людей и любовь к людям одновременно. Это очень сложное сочетание. Нужно любить людей и быть свободным от них, от их денег, от их привязанности, от их вкусов, от всего, что у них. То есть любить их и не быть с ним связанным. А спустя 1260 дней свидетелей убьют. Так слово свидетель отразит и второй свой смысл. Не только свидетель Бога, но и мученик. Ни Илья, ни Енох при своей жизни на земле в смерти не знали. Оба были взяты живыми на небо. И тот, и другой должны будут выпить общую чашу. Чашу смерти. Поскольку умерла Богородица и воскресла. Умер Иисус и победил смерть. Умер Иоанн и мы не знаем где он. Но его в гробе нет. Значит и Енох с Ильей тоже должны будут умереть. Это будет последняя точка их подвига. Смерть это последний долг человека. Мы должны будем это перетерпеть. Даже в таком случае, как Енох и Илья. Надо бы вернуться с неба, чтобы перетерпеть это разлучение души с тела. Поразительно, но их смерти планета, на глазах которой в прямом эфире всех мировых СМИ это произойдет, будет ликовать. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться. И пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Они мучили людей правдой. То есть, когда ты говоришь правду, у тебя возникает миллион врагов. Ты их не искал, они сами нашлись. Например, ты говоришь, что одна жена должна иметь одного мужа. Ну, банальная фраза. Но у тебя возникает миллион врагов в лице разведенных, и там второй, третий, пятый раз женившихся. Говорит, что ты нас обижаешь? Говорит, я вас не обижал, я просто сказал, что нужно, чтобы была одна жена, один муж. А он говорит, а я вот пять раз женился. Это что, я плохой, что ли? Ты меня оскорбил? То есть, как только ты сказал самую банальную правду, ты получил сразу как бы миллион врагов. А если ты сказал много правды, ты получил сто миллионов врагов. А если ты во времена Антихриста придешь и скажешь, что это не Христос, ты получишь во враги всю Вселенную. Говорит, давайте об этом не будем. Давайте не будем об этом говорить. Говорит, допустим, женщина сделала аборт. Ты говоришь, это грех. Она говорит, давайте об этом не будем. Или мужчина бросил жену, ушел к другой женщине, говорит, ты ему говоришь, это грех. Он говорит, слушай, давайте не будем об этом, давайте о футболе поговорим, о чем-то еще поговорим. Зачем мы будем об этом говорить? Ты мучаешь людей, если ты говоришь о Христе. Давайте о Христе поговорим, о покаянии, о спасении, о смерти, о причастии, о Царстве Небесном. Он говорит, ты нас достал, короче, ты замучил. Слушайте, эти два свидетеля, это последнее слово правды в истории мира. Они придут посреди всеобщего хаоса, греха как нормы, ЛГБТ и вот этого всего. Это все равно, что, например, да, допустим, представь себе, что ты пришел проповедовать футбольным фанатам. Или ты пришел проповедовать в ночной клуб, в ночной клуб, где стриптизерши, наркоманы, и ты пришел туда проповедовать. Вот у тебя вселенная такая, стриптизерши наркоманов. То есть ты должен не просто там говорить, любите друг друга, ты должен брать мегафон и кричать им, покайтесь, покайтесь, пока не поздно, осталось полчаса. Полчаса осталось. Еще Бог помилует, еще полчаса осталось. И, конечно, ты будешь их муть, ты мешаешь им веселиться, ты нарушаешь их веселье. И поэтому их убьют. Конечно. И сегодня убьют тебя, если ты придешь в ночной клуб, там будешь проповедовать. Причем убьет их никто-нибудь, а сам верховный правитель апокалиптического человечества. Впервые в апокалипсисе его упоминают. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними. И победит их. И убьет их. Почему он сделает сам это? Ему нужно шоу страшное, кровавое. Или собственный политический вес, репутация. Ну, антихрист будет, безусловно, каким-то ярким политическим деятелем. А средства массовой информации к тем временам еще более преуспеют в информировании мира в нужном русле. Поэтому, конечно, любая подобная такая акция, она будет делаться как шоу. К тому же, Енох и Илья будут слишком известны, чтобы о них не знал никто. Это будет очень известно. Поэтому нужно будет превратить, как бы это дезавуировать, десакрализовать эти личности и представить их в невыгодном свете. Я думаю, что это где-то похоже на убиение праведника. То есть тихо убить их не получится, как царскую семью. И скрыть останки не получится. То есть в те времена надо будет делать что-то очень громко, потому что все будет прозрачно. Села пророков будут брошены на обозрение всем. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Содом и Египет, где и Господь наш распят. Но наш Господь распят в Иерусалиме. То есть Иерусалим будет, как Содом и Египет. И уже в наше время проходят гей-парады. Традиционно они проходят в Тель-Авиве. Но несколько раз их пытались делать в Иерусалиме. И даже был случай, когда один очень такой ревностный иудей, он применил оружие против людей, которые участвовали в этом гей-параде. И не так давно главный красавец Израиля избрали, насколько я помню, военнослужащего Трансвестита. Он оказался самым красивым человеком и как бы гордостью Израиля. Но то, что Иерусалим называется Содом и Египет, не надо думать, что это будет только там. Это будет по всей земле. А будет страшное мужестрастие. Об этом говорят отцы, и об этом говорит апокалипсис. И, может быть, в меньшей степени это будет на святой земле. Но и ее можно будет назвать в те дни Содомом и Египтом. В древние времена невозможность погребения считалась непомерно тяжелым бесчестием для человека. Антихрист устроит из надругательства над телами пророков шоу. Все люди на земле будут видеть, как их убили. Все люди на земле будут смотреть на их трупы, которые будут лежать посреди города. Что это? Будет стрим в интернете вестись? Есть прямой эфир на всех каналах? Почему нет? Мы сегодня видим, что, допустим, самые массовые акции, которые собирают максимальное количество зрителей по миру, это закрытие Олимпиады, открытие больше, чем закрытие, и инаугурация президента Соединенных Штатов. То есть это 3-4 миллиарда может посмотреть. То есть уже сегодня одно и то же событие могут смотреть больше половины жителей земли. С развитием технологий это войдет в каждую саклю, в каждый кишлак, в каждую хижину, в каждый подвал. И, конечно, можно будет онлайн смотреть любую такую акцию. Безусловно. Это связано с технологией. Светлое Христово Воскресенье здесь, в Сирии, не просто великий христианский праздник. Боевики – это радикальные исламисты. Здесь христиан убивают. Местным жителям пришлось распрощаться со своей спокойной и налаженной жизнью и покинуть родные края, которые превратились в поле сражения. Весь мир, когда увидит их смерть, будет радоваться. Как можно радоваться? Убили человека в прямом эфире, на твоих глазах. Такое кровожадное человечество уже сюда станет. Ну вот, поскольку апокалипсис – это утренняя газета, поскольку мы читаем его как новостную информацию, было же такое, когда убили Муаммара Каддафи. Ну, мы это видели, просто нам показали. Хиллари Клинтон в переговорной комнате в Белом доме ликовала. И вокруг нее был пул политиков, и они прям прыгали от радости. А, он убитый! Его тащат там за горло. Кстати, американские баптисты называли эту двоицу, Клинтона и его и Хиллари, значит, Билла и Хиллари, называли их Ахав и Иезавель. То есть, это в баптистской прессе, это было постоянное. То есть, они библейскими категориями как бы мыслили. Вот эта двоица, говорит, это чистая Ахав и чистая Иезавель. Так что, мы просто этого не знаем, потому что наша пресса, она очень, так сказать, сильно кастрирована, как бы, она ничего не замечает. Она самые важные вещи вообще упускает. Но, тем не менее. Причем, заметьте, что в современном обществе огромную роль играет феминизм. Это гордое возвышение женского начала. Но самые страшные враги божьих людей, Ильи и Иоанна, это самые великие люди после Христа, были женщины. Не мужчины, женщины. Это чистые такие фем, такие фем-дамы. Это самая важная вещь. То есть, это тоже апокалипсис, это тоже конец времен. То есть, это восстание женского начала и, как бы, такая охота злых женщин за божьими людьми, то есть, как бы, догнать и убить, как бы, как и Родиада за Иоанну. Это признак конца времен. Вот фем-движение – это язовелина тема, а язовель – это тема апокалипсиса. То есть, важно, это очень важно. Но дальше произойдет что-то совершенно непредсказуемое и невиданное мировой аудиторией прежде. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. Ну, вот тут четко сказано, и многие из народов, и колено, языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. Они будут ждать, когда тление начнется, мухи соберутся, там жара. О чем здесь говорится? Как это языки, племена, народы могут смотреть на двух мертвых в течение трех с половиной дней? Как такое может быть? Это стрим. Это прямая трансляция, которая, скорее всего, будет организована по настоянию Антихриста, который умиршляет их и говорит всем, они не воскреснут, сейчас появятся мухи, потому что они начнут смердить. Вы все увидите это, потому что он запретит их хоронить. И вот этот стрим будет видеть весь мир. И вдруг они встанут, и это увидит весь мир. И это начало, фиаско Царства Антихриста. То есть это будет тоже всемирное зрелище. Но я думаю, в это время скажут камерам «стоп, стоп, стоп!» Картинку «стоп!» То есть я думаю, что будет неприятное зрелище для мира. То есть наблюдать будут, но потом «стоп, стоп!» Там начнется Лебединое озеро по всему миру. Как у нас во время там разных неприятностей было Лебединое озеро. Я думаю, что во всем мире будет Лебединое озеро в это время по телевизору. Ну, в онлайн, в гаджетах. Это будет такая, скорее, лебединая песня мира. Ну да, это будет не озеро, но лебединая песня. Да, ну, очень похожие такие. То есть, я думаю, это... Это их воскресенье. Оно для чего? Для того, чтобы, может быть, вот самые очерствелые. Самые окаменелые. Увидев это, все-таки... Да. Все-таки, вот, я даже говорю, это у меня мурашки по коже. Да? Но все-таки вот их коснулось. И, может быть, в самые последние минуты мира покаяться. Для того, чтобы показать, как бы, значит, силу Божию. Ну, и последний аргумент для неверующих. Хотя неверующих, степень неверия будет та же, что у фараона. Очевидно. То есть, 10 казней, как бы, и никакого покаяния. Они поднимутся, но кто-то будет каяться. Кто-то будет каяться. Но, конечно же, не все. И это затушуется, заретушируется. И мы быстро уйдем на рекламу. Мы быстро уйдем на рекламу. Когда они воскреснут, как бы нам... Сейчас уйдем на рекламу, потом продолжим. А потом продолжим про другое. И все успешно забудут. Через пять минут уже все забудут про это. Потому что будет новая тема. И информационный поток будет дальше промывать мозги апокалиптическому человечеству. Ну, мы это тоже видим сегодня. Два дня я это еще забыл. Я ничего не понимаю здесь. Ничего не понимаю. Не могу понять. Могу только одно – поверить, что, значит, будет. Видимо, Илья, видимо, инох. Наверное, будет. Наверное, будут. И, наверное, будет перед вот уже явлением, может быть, антихриста, когда уже сатанизм хватит всю землю. Может быть, Бог даст или таких людей, как Илья и инох. Кстати, помните, Яна Крестителя? Уже Илья пришел, и вы не поверили. Вот в чем дело. Так что, возможно, это сами они придут. Возможно, это будут какие-то действительно удивительные проповедники огромной силы. А потом землетрясение. В результате крупнейшего землетрясения в Непале были разрушены целые жилые районы. Погибло более двух тысяч человек. Давай, поедем, обезьян. Давай, 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 давай. Посмотрите, во что превратился город. Сказано 7 тысяч людей. Опять это число, опять 7 тысяч. То есть, видимо, очень много людей погибают в страшном землетрясении. Ну, там, во-первых, написано, что 7 тысяч имен, имен погибнет. То есть, не людей, а имен. А под именем можно понимать, ну, фамилию целые поколения. 7 тысяч имен. То есть, здесь будет гораздо больше. Это тоже, конечно, некая полнота. То есть, умрут, погибнут, вытрутся из памяти, как имена, как имя погибающее, да. То есть, гибель имени – это равносильно гибели души. И даже страшнее. Ибо имя имеет отдельную жизнь от души. Поэтому погибают 7 тысяч имен. То есть, вытираются, очевидно, из книги жизни люди там записанные. То есть, погибают на веки. То есть, погибает имя. Ну, и Иерусалим там указан конкретно, но назван Содомом и Египтом. Земной Иерусалим – это будет нечто не то, что мы знаем сейчас. Это будет царство победившего греха. О чем, конечно, очень печально и страшно говорить. Но что тоже мы видим, потому что пригороды Иерусалима, ну, в виде там Тель-Авива, там, значит, это столица израильского разврата. То есть, там эти береговая линия вся, она вся усеяна этими злачными заведениями. И там постоянно как бы съезжаются туда со всего мира любители грешить. Как будто других мест нет. Потом они же едут в Иерусалим на поклонение или на экскурсию. И в конце концов Иерусалим будет размыт этим морем грешников, которые превращают паломничество в туризм. И он должен будет стать Содомом и Египтом. И посреди него будут трупы этих двух великих светильников. И землетрясение его потрясет до основания. Это великое землетрясение, да. Как он там и пишет, говорит, великое землетрясение. То есть, мы молимся о Иерусалиме до сих пор, пока еще. Хотя, исторически будет так. Мы будем все меньше и меньше уделять внимание Иерусалиму земному. И будем все больше и больше задумываться о Иерусалиме небесном. То есть, Иерусалим это точка пересечения всех силовых линий истории. И рано или поздно он развратится. Это очень печально. Но нас ждет другой Иерусалим. Почти две главы назад, после того, как ангелы трубили в трубы, на землю обрушивались страшные потрясения. Природные катаклизмы, изменение поведения небесных светил. Возникало жуткое истребляющее все вокруг оружие, которое апостол Иоанн сравнивал то с саранчой, то с конями. Перед звуком последней трубы вдруг повисла пауза. И вот только теперь, после последней проповеди покаяния и воскресения двух пророков, звучит звук седьмой трубы. Начинается кульминация апокалипсиса. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Так часто в этой книге, перед великим и страшным событием, после грозного анонса, а он прозвучал чуть выше, было сказано, что идет скоро третье горе, повествование опять переносится на небо, чтобы открыть нам какую-то другую, наполненную светом, поразительно радостью, реальность. 24 старца, сидящие у престола Божия, падают сейчас перед Господом и благодарят Его самыми восторженными словами. И снова, уже в который раз открывается эта невероятная кричащая разница между настроением на земле и на небе. Слушайте, а как получается, мы привыкли молиться здесь, на земле, о том, чтобы конец мира был отложен на подальше, а на небе молиться получается совершенно в обратном? На земле тоже об этом молятся. Вообще, забегая наперед, мы же скажем, что книга Откровения заканчивает с этим призывом «Ей, гряди, Господи Иисусе». И дух и невеста говорят «Приди». И читающий, и слушающий доскажет «Приди». То есть мы должны желать этого пришествия. С какого-то времени христиане потеряли первую любовь свою. Первая любовь христиан – это эсхатология, то есть это ожидание конца мира со дня на день. Я жду и прошу, чтобы ты пришел. Как говорит, одна из молитв евхаристических первого века – «Да пройдет мир сей, да пройдет мир сей». То есть моранафа – «Приходи быстрее, Господи». Постепенно это в этом режиме, жестком таком режиме ожидания и умоления о быстром приходе. Христиане сменили режим на более-менее комфортное житие здесь, но и уже на рай за гробом. Это изменение первой любви, это измена первой любви. Даже у Блаженного Августина есть мысль о том, что внутри себя церковь как бы даже как-то странно разделяется на тех, которые ждут пришествия и те, которые не хотят его. Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского описывает нам некого церковного деятеля, который говорит Христу – не приходи больше. Мы будем править от твоего имени. Ты уже все сказал, ты уже все сделал. А теперь мы будем править от твоего имени. Ты нам больше не нужен, больше не приходи. То есть внутри церковного сообщества могут вызревать такие силы и настроения, когда мы не хотим второго пришествия. Нам и здесь неплохо. Мы хотим вот здесь, вот сейчас, а не там. И это измена первой любви. А дальше будто исполнилось то, о чем они там, на небе, так молились. Пришло время. Благодарственный гимн 24-х старцев заканчивается программным высказыванием всего апокалипсиса. «И пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Прежде всего здесь говорится о судах Божьего мщения, потому что проливалась кровь пророков, кровь святых, кровь верующих, и за это придется отвечать всем. Но здесь в окончании сказано «и погубить губивших землю». Земля – это наш дом. Но смотрите, во что мы его превратили. Экологический кризис – это следствие нравственного и морального кризиса всего рода человеческого, который потребительски относится к миру природы. Человек настолько губил землю, вторгаясь туда, куда нельзя вторгаться, что точка возврата уже пройдена. Но Бог придет и погубит губивших землю. Он будет мстить за то, как мы обошлись с его домом, так же ревностно, как он будет мстить за смерть святых и пророков. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. А еще война. Самая большая война мировой истории, в которой военачальниками двух враждующих армий выступят с одной стороны сам Господь, а с другой – сатана. Мы привыкли, что смерть изображают в виде старухи с косой. Ученые доказали ничего подобного. Посмотрите, какая она красивая и по-своему привлекательная. А дайте совет, как военный человек, что нужно нам, каким оружием пользоваться, чтобы в этой войне победить. Субтитры создавал DimaTorzok